Прежде чем приступать к возвездению стен вашего загородного дома, либо коттеджа, необходимо подвести под них основу, то есть заложить фундамент. Фундамент довольно серьезный элемент в строительстве. Этот этап строительства не требует особой строительной квалификации, но тем не менее от техничности его исполнения, правильного выбора конструкции фундамента и подбора материалов для его исполнения зависит прочность и долговечность вашего дачного домика, коттеджа и в принципе любого другого здания. Поэтому отношение к процессу закладки фундамента должно быть абсолютно серьезным, а исполнение обдумано. Что же вам нужно знать о фундаментах, чтобы избежать непоправимых ошибок? Существует три типа конструкции фундамента. Ленточный, то есть по периметру непрерывный, столбчатый, состоящий из отдельных столбиков и плитный, то есть по всей площади дома заливается бетонная плита. Если ваш дом будет кирпичным или бетонным, то выбора быть не может. Только сплошной непрерывный ленточный фундамент. И причем надо учитывать еще глубину промерзания грунта в вашем регионе. И естественно ленточный фундамент должен быть заложен ниже глубины промерзания. Столбчатый фундамент устраивается под легкие деревянные и каркасные пристройки. Плитные фундаменты закладываются тоже самое под деревянные и каркасные пристройки, но отличается тем, что армированная плита, можно ее закладывать, невзирая на то, какой грунт под вашим домом. То есть, есть ли близкие грунтовые воды, либо болото, либо песок. То есть, в любом случае, плитный фундамент здесь уже выдерживает все ваши нагрузки. Строительные материалы, используемые для сооружения фундамента, достаточно разнообразны. Это и кирпич. Здесь немножко говорит, что тука глиняный красный кирпич, или керамический, как его называют. Белый силикатный кирпич для устройства фундаментов использовать нельзя. Второй бутовый камень, и, может быть, слышали выражение в забутовку фундамент, и бетон. Сам процесс устройства фундамента включает в себя несколько этапов. Это земляные работы, и дальше идет закладка подземной части фундамента, возведение надземной части цоколя, так называемой, и устройство гидроизоляции. Мы с вами рассмотрим 4 часто используемых варианта. То есть, это ленточный, столбовой, плитный, и еще один вариант я вам хочу показать. Это современные технологии уже, это винтовые сваи. Вот, и по каждому варианту мы рассмотрим отличия, и чем они похожи. Итак, первый и самый традиционный, это ленточный фундамент. Ленточные фундаменты устраиваются в основном под здания с тяжелыми стенами. Это каменные, кирпичные, бетонные, саманные, а также в тех случаях, когда под домом устраивается подвал или теплое подполье. Ленточные фундаменты прочные, надежные, но требуют много материала, поэтому они и зачастую дорогие. Но экономически целесообразно устраивать их при мелком заложении, так называется, на сухих, непучинистых грунтах. Даже если здания строятся из легких конструкций, без подвала и подполья. Ленточные фундаменты в этих условиях становятся как бы заглубленным цоколем, и по расходу материалов и трудозатрат приближаются к аналогичным показателям столбчатых фундаментов. Но ленточные фундаменты также делятся еще на несколько подвидов, и чем они отличаются, с вами сейчас разберемся. То есть, бутовый ленточный фундамент. Это фундаменты ленточные из бутовой кладки, делают различной ширины. Если глубина залежания не больше 50-70 сантиметров, то ленточный фундамент выкладывают на всю глубину. При заложении на глубину свыше 70 сантиметров в сухих грунтах траншею копают на нужную глубину, затем подсыпают крупный песок слоями по 15 сантиметров, поливая водой и тщательно трамбуя каждый слой. Высота песчаной подушки допускается не более половины всей высоты фундамента. Кирпичный ленточный фундамент. При закладке первого ряда ленточного фундамента из камня или кирпича следует на основании налить слой раствора толщиной 1,5 см. Под кирпич, понятное дело, что чуть потоньше, под камень потолще. Уложить на раствор кирпич и камень плотно припрессовать или утрамбовать. Если останутся пустоты, то возможна осадка здания. Бутобетонный ленточный фундамент. Ленточные бутобетонные фундаменты прочные, надежные, долговечные. Заполнителем для них служат скол, камни из карьеров, щебень, кирпич, половняк, кирпичный бой и прочие материалы. Если стенки вертикальные и глубина заложений до 1 метра, то дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой цементного раствора, кладут наполнитель слоями по 15-25 см, проливают каждый слой жидким раствором и плотно трамбуют. Когда глубина более 1 метра или ширина котлована больше необходимой ширины низа, то есть подошвы ленточного фундамента, то следует устраивать опалубку из досок или щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента. Песчаный ленточный фундамент. Ленточные песчаные фундаменты устраивают под небольшие одноэтажные дома. Прежде всего, роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см, проливают водой и тщательно утрамбовывают каждый слой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но не менее ширины стены плюс 10 см. не доходя до уровня земли ориентировочно где-то 25-30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15-20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-песчаным раствором, доводя его до уровня земли. Затем выводят из кирпича на 2-3 ряда выше уровня земли, делают гидроизоляцию и возводят цоколь. Щелевые фундаменты они обычно применяются в строительстве малоэтажных домов. Щелевые фундаменты более экономичны по сравнению с традиционными, которые устроены в траншеях с применением опалубки, поэтому они более привлекательны при строительстве малоэтажных зданий. До последнего времени применяли только конструкции, заложенные ниже расчетной глубины промерзания. В традиционных ленточных фундаментах нагрузка от дома на основание передается через подошву. Сопротивление грунта обратной засыпки в расчетах не учитывалось. То есть, когда заливали фундамент ленточный и обратно засыпали землю, она, естественно, не утрамбована. Эта обратная засыпка в расчетах не учитывалась. При устройстве щелевых фундаментов, за счет неровности бортов, траншей, и плотной укладки бетона, то получается хорошее сцепление боковой поверхности конструкций с грунтом, который может воспринимать значительную часть нагрузки от дома. Поэтому, для получения экономичных конструкций, в расчетах учитывается сопротивление грунта, как по подошве, так и по боковой поверхности. Второй вид, это столбчатый фундамент. Столбчатые фундаменты наиболее дешевые и распространенные. По расходу материалов и затратам труда они в 1,5-2 раза экономичнее, а при глубоком заложении в 3-5 раз экономичнее ленточных. Особенно эффективны они в пучинистых грунтах, при их глубоком промерзании. Фундаменты столбчатые устраивают в основном под здания с легкими стенами, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент при этом не экономичен. Столбы фундаментов могут быть деревянными, каменными, кирпичными, бетонными, бутобетонными и железобетонными. Их ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 метров друг от друга. Столбы обязательно ставят под углы дома. в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки. Столбчатый фундамент из каменных и кирпичных столбов устраивают из бутового камня, камня-плитника, красного кирпича. Минимальные размеры столбов из бутового камня 60х60 см, из кирпича 51х51 см. Столбы фундамента можно армировать по высоте через каждые 25-30 см арматурной сеткой из 6-мм проволоки. Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить угловые фундаментные столбы из кирпича размером 38х38 см, а промежуточные будут у вас размером 38х25 см. Столбчатые фундаменты из железобетонных столбов могут быть монолитными и сборными. Ширина подушки берется, толщина столбов 25х25 см с вертикальной арматурой диаметром 10 мм и горизонтальный хомутов диаметром 6 мм, которую располагают через 25 см. При сборных столбах подушку из столбы изготавливают отдельно и монтируют во время установки. Еще одной из разновидностей столбчатых фундаментов на данный момент это современная технология винтовые сваи и фундаменты для домов. Винтовые сваи идеальное решение для малоэтажного строительства. Надежный фундамент, что придает гарантию надежности и безопасности. фундаменты на винтовых сваях одно из наиболее надежных быстрых и простых решений данной проблемы. Винтовой фундамент изготавливается за несколько дней и готов к немедленной установке на него дома или другого строения. Не нужно ждать, когда свайный фундамент этого типа наберет прочность. не нужно выбирать удобную погоду или время года. Во время выполнения работ участок не превращается в свалку строительного мусора, можно сохранить ландшафт нетронутым. Фундамент на сваях возникает всегда, когда речь заходит о слабых грунтах. На таких грунтах и плитный фундамент может оказаться нежизнеспособным. свайный фундамент позволяет добраться до устойчивых грунтов без перерасхода материала. Винтовой фундамент как подкласс свайных фундаментов позволяет это сделать без использования тяжелой строительной техники. Справиться с этими сложностями можно по-разному, но когда мы начинаем считать деньги, количество доступных вариантов резко, конечно, сокращается. Когда дело доходит до эффективности затраченных средств, нам помогают справиться наиболее экономично винтовые сваи. Это когда проблема с глубоким торфом или другим слабым грунтом с высоким уровнем грунтовых вод, с разнородным грунтом, с труднодоступными участками. Давайте разберемся с преимуществами свайных фундаментов. именно будем сравнивать винтовые сваи. То есть первое это стоимость на 30-70% ниже традиционных фундаментов. Срок монтажа от 1-2 дня и причем в любое время года и в любую погоду. Третье это механическое и ручное завинчивание. Четвертое не требует земляных работ, ровных площадок и тяжелой техники. Пятое винтовые сваи не подвержены силам морозного пучения. То есть когда замерзает земля и винтовые сваи не выдавливают из земли, если по-простому так сказать. Шестое высокие прочные и нагрузочные характеристики. То есть сваи имеют несущую способность от 4 до 18 тонн. При необходимых то есть 2-3 тонны для деревянных строений и 7-9 тонн для кирпичных сооружений. Седьмое обеспечивает однородную несущую способность при разнородном грунте. Восьмое это возможность пристраивать дополнительные здания и сооружения. Девятое высокая сейсмоустойчивость. Десятое не требует гидроизоляции. Одиннадцатое преимущество не нарушает целостность грунта. И последний двенадцатый пункт это винтовые сваи могут использоваться повторно. Вот такие есть винтовые сваи. Они очень часто уже начинают применять. И последний вид из фундаментов которые я хочу заострить внимание это плитные фундаменты. Плитные фундаменты являются разновидностью мелкозаглубленных ленточных однако в отличие от них имеют жесткое пространственное армирование по всей несущей плоскости. Позволяющие без внутренних деформаций воспринимать переменные нагрузки которые возникают при сезонных и неравномерных перемещениях грунта. На подвижных то есть пучинистых грунтах плитные фундаменты в отличие от обычных стационарных покоящихся на неподвижном основании имеют вместе с грунтом сезонные вертикальные перемещения и называются плавающими конструкция плавающих фундаментов представляет собой сплошную или решетчатую плиту выполненную либо из монолитного железобетона либо из сборных перекрестных железобетонных балок с жесткой заделкой строковых соединений устройство плитных плавающих фундаментов требует относительно большого расхода бетона и металла и может быть оправдана в малоэтажном строительстве при сооружении небольших и простых по форме плана зданий и сооружений на тяжелых пучинистых подвижных и просадочных грунтах а также в случае когда не требуется устройство высокого цоколя и верх плитного фундамента может быть использован в качестве цокольного перекрытия вот и все что я хотел вам рассказать о фундаментах надеюсь что моя информация для вас была полезна вы полученной информации можете выбрать для себя уже каким будет ваш будущий дом из каких материалов его лучше всего построить и на каком фундаменте его возвести на этом я заканчиваю свое вещание и всем всего хорошего и до свидания